Здравствуйте, товарищи гитаристы! Желаем здоровья товарищу... Блогеру! Правильно, или здоровья желаем. Извините за знак Гоауда во лбу. Это последствия использования GoPro-камеры в определенное время. Что сегодня будем слушать и смотреть? Пэдалборд, правильно. Поиграем на нашей гитарке любимой и поразмышляем о пэдалборде моем. Я дома на нем не играю, а концертный пэдалборд, концертный вариант. Предыстория краткая. Когда-то там давным-давно, хотя и сейчас я, опять же, не против был бы играть на каких-то там мероприятиях или концертах, я выступал. Пытался выступать под минус, который я делал под своей песни один. То есть минус там, ударная, бас, все как положено. Я с электрухой играю и пою. Микрофон все слушают, восторгаются и так далее и тому подобное. И ввиду того, что это проблемная штука, нужно куда-то там пойти, отнести свою гитару, отнести себя, свое бряное тело, а также свои звуковые эффекты, все это быстро подключить, быстро отключить, сделать так, чтобы это классно звучало. Вариант был какой? Я подумал, что наверняка 21 век на дворе я мог бы использоваться процессором. Маленькая такая штука, процессор обычно. Берете его с собой там и играете, да? Окей. Что я купил? У меня были до этого Vox разные приспособления, разная продукция фирмы Vox. Она была очень классная, просто суперская. Я был уверен, даже не почитал отзывов, что если я куплю процессор гитарный простенький фирмы Vox, все будет просто в шоколаде. Будет просто супер. Но не тут-то было. Как оказалось, этот гребаный Vox звучит еще хуже, по-моему, чем Zoom 505 и 507. А что может звучать хуже, чем эти зумы? Конечно, вы со мной не согласитесь, но это ваше право. В общем, купил я тот процессор, я пробовал в нем поиграть один раз, вроде бы один-два раза. Понял, что это полная лажа, это какая-то для ушей просто... Не знаю даже, какое слово сказать. В общем, ужас, пытка для ушей. После этого я начал собирать акустический... Нет, не акустический, какой-то там физический, правильно, физически существующий пэдлборд. Аналоговый, точно аналоговый пэдлборд, который звучал гораздо лучше. Я его собирал, собирал, собирал и собрал. Пару раз на нем играл. Когда была возможность, и сегодня я вам покажу, что в моем контексте было приемлемым и довольно-таки интересным. Перед тем, как начать показывать и слушать непосредственно пэдлборд, я хотел показать схематически идею его создания и воплощения. Идея моя состояла в том, чтобы иметь два звука. Перегруз и чистый. И все это переключать нажатием только лишь на одну кнопку. Что я сделал? Я видоизменил примочку под названием A-B Switch для того, чтобы иметь возможность переключать все так, как я хочу. Да, у меня есть переключатель. Ну, там все очень просто. Шесть контактов. Идея работы этого переключателя в том, чтобы к нашим основным контактам, к которым у нас приходит вход и откуда идет выход, мы могли соединять или одну линию, красную, или при отжатии педали, вторую, зеленую. Набирать эти линии внутри можно как угодно. Для чистого сигнала я выбрал комбинацию педаль компрессора и акустик симулятора. А для линии перегруза, зеленой, я выбрал педаль дисторшена. То есть одним нажатием на кнопку этой педали мы переключаем линии. Эти линии у нас как бы включены в параллель. Мы выбираем или одну, или вторую. Дальше, выход из этой примочки, или из этого переключателя A и B свитч, у нас идет на желтую общую линию. Здесь я на выходе поставил примочки, которые, по моему разумению, и по моей идее, должны звучать всегда, какая бы линия ни была выбрана. По моей идее, это дилей. Невольтую общую линию. Здесь я на выходе поставил примочки, которые, по моему разумению, и по моей идее, должны звучать всегда, какая бы линия ни была выбрана. По моей идее, это дилей небольшой и Amp Sim, симулятор усилителя. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, как это выглядит в реальности. Итак, наш педал. Борт. Вначале. Как же мы его собрали? Покупали мы из какие-то там сверхдорогие компоненты, какую-то херню там еще и так далее. Нет, не покупали. Задача была сделать все наиболее бюджетно, но приемлемо. Итак, первое. Корпус. Или как там его назвать? Где же мы собирали этот борт и как? Так, видите, это у нас сумка, банальная сумка от ноутбука. Я даже ее не покупал специально, я как-то купил ноутбук, сумку мне дали в придачу. Окей. Ее удобно носить. У нее есть ремешок, это сумка, да, никто ничего не заподозрит, не заподозрит, никакие там губники. У нас есть кармашек, можно уложить туда всякую всячину, а может быть и травку прятать. И легким движением руки наша ноутбучная сумка превращается, превращается, правильно, в педал-борд. Великолепно! Спросите вы, первое, каким же образом я сделал питание здесь? Ну, простой адаптер и простой разветвитель с Алиэкспресса за пару баксов. Вуаля! простого адаптера маленького, который изначально шел к одной из примочек, хватило на весь этот педал-борд. Ничего не перегревается, ничего не делается такого страшного. Но на самом деле, если бы вы хотели быть независимыми от сетевого питания, вы бы могли сделать, дайте-ка я найду, могли бы применить еще вот такое вот ноу-хау. С одной стороны, у нас такой же джек питания, а с другой стороны, можно подключить крону, которая, или несколько крон батареи пэк, которая бы питала все, что здесь есть. Тогда бы точно можно было быть уверенным, что нет никаких наводок от 50 или 60 герц и вообще ничего нет. Прекрасно! И так, с питанием мы разобрались или разобрались. Далее, каким образом я физически вставил или прикрепил или внедрил в эту сумку моей педали. здесь у меня есть деревяшки. Деревяшки можете взять где угодно. Дальше, конечно же, как каждый true чувак, я сделал крепление на липучках или как это называется на английском velcro tape. окей. Далее, соединительные провода промежуточные. Вначале я пытался паять там каким-то образом, я покупал компоненты, провода, делал, я же могу, я же крутой паяльчик, но в конце концов оказалось, что не все провода у меня получилось нормально и надежно спаять почему-то, не знаю почему, злой игрок, наверное, я решил не выпендриваться и купить китайские, банально китайские провода, разноцветные, они уже сделаны, они до сих пор нормальные, до сих пор работают, фирма у них Joyo, или если бы вы это покупали на Harley Benton, здесь бы наверное было написано Harley Benton, потому что Harley Benton покупает от производителя, который делает Joyo и пишет сюда Harley Benton прекрасно узнали еще одну знакомую вещь окей дальше что вы только что видели на нашей схеме это Switch AB Switch тоже от фирмы Joyo первоначальный работал немножко не так как мне нужно немножко не ту функцию выполнял он разветвлял сигнал там один на два но в общем я выбросил все что было внутри и поставил просто переключалку с Алиэкспресса 3х3 контакта которая включает к одной паре то вторую и то третью и все работает единственное исключение здесь нету светодиодного индикатора показывающего какая же из линий работает но к сожалению да придется мириться с этим не все идеально не все далеко не все окей что еще вам сказать про компоненты про компоненты да кстати вот эту штуку я не знаю можете ли вы купить готовую именно с такой же логикой работы или придется паять не знаю не знаю но я вам объяснил как работает как сделать можете догадаться все остальное здесь заводское фабричное давайте я расскажу о каждом из компонентов по крайней мере что есть что who is who как скажут англичане или враги если вы считаете врагами окей самая последняя откуда у нас идет выход вовне на микшерный пульт или еще куда-либо микшерный пульт на самом деле PA System это педалька которая называется pocket amp это симулятор усилителя palmer немецкий бренд который делается в Китае модели mk2 palmer да что у нас здесь есть внутри это да конечно же усилитель имитация усилителя но не одного они сделали кучу разных вариантов аналоговая штука кстати это vintage britain and us модель amplifier да наверное это месо буги вот этот вот ваш золотистый панелью как его там называть или фендер мод режим это heavy crunch и clean естественно если у меня есть что-то heavy здесь здесь я должен выбрать clean все наиболее мягкое микрофон здесь есть имитация положения микрофона классический по центру микрофон возле комбика естественно и offset где-то там сбоку это у нас переключатель ground ground все как есть земля землячка наша родная родимая православная а также ground лифт ground лифт используется в тот момент если мы чувствуем что у нас очень много фона какая-то там земляная или землевая петля если что-то там на что-то замкнуло в общем иногда если много фона можно попытаться сделать лифт разомкнуть земли и возможно фон таки упадет дальше у нас все по классике гейн степень усиления волиум громкость treble and bass высокие и низкие что странно по моей логике православной опять же бас регулятор басов должен располагаться слева а высоких справа но видимо у англо-американцев или англо-саксов или как их там сакс все наоборот или у немцев которые все это видоизменили о качестве если вы хотите узнать о качестве этой педальки ну идея классная очень тяжелая цельнометаллическая цельно-алюминиевая оболочка все супер но внутри все собрано было китайцами не очень я там что-то там почищал что-то перевставлял и когда перевставил все оказалось нормально окей немецко-китайское качество кстати говоря здесь есть выход для наушников то есть вы можете вот эту вот штуку использовать вместо аналога вот такой догадайтесь что это мать вашу за ногу окей дальше одна из линий метро одна из линий усиления это тяжелая я посчитал что перед эмуляцией усилителя мне нужна всего лишь одна минималистичная педалька дисторшина педалька дисторшина у нас здесь узнаете нет не узнаете астерян что это такое да конечно нет такой педали конечно же нет потому что я сам нанес эту надпись наскальную на самом деле это Digitec Digitec that metal окей почему я не оставил здесь надпись that metal да просто я не хочу чтобы слово смерть где-то было написано где угодно касающегося меня пока что ну да я боюсь смерти как любой человек я не какой-то там поклонник чего-то там синих китов или хер знает чего бля я не хочу чтобы слово смерть было написано где-либо или какие-то черепа здесь были ну простите да недалеко я трушный металлист наверное кстати говоря заказал я этот Digitec на Алиэкспресс поэтому мне пришла педалька ага с китайскими иероглифами что меня не смутило в принципе я-то и так знаю что здесь level low middle and high treble frequency а вот здесь вот у нас выход уже с эмуляцией усилка если бы у меня не было этой штуки или прямой такой row сырой выход да дальше на общей линии у нас есть еще дилейчик кстати раньше здесь был дилей у нас не фирмы NUX наверное нудисты X XXX китайские у нас здесь был тоже Joyo American Digital Дилей был кстати говоря лучше несмотря на то что у него был только один вариант эффекта это имитация чего-то там не помню чего звучит почему-то похуже ну да ладно вариантов много дилейчик у нас хороший да давайте включим все что было что еще сказать а да здесь я использую обычно Digital Дилей довольно таки мало задержки небольшой его участие в миксе репит количество повторений одно одной денежки чтобы у нас не было какой-то там херни чтобы у нас было может быть эффект похожий на хорус но мне так нравится на самом деле это компромисс дилея много я думаю нужно в соло партии в ритме он вообще не нужен но ввиду того что я все хочу переключать только одной кнопкой я оставил какой-то компромисс чтобы и в соло было как какой-то объемчик там иллюзия игрековато оркестра там из кирках хаметов а также на ритм варианте ничего нам особо не мешало и не врезалось в уши окей вторая линия это у нас джойо педальки серии айронмен они подумали что вот такая маленькая педалька с забралом открывающимся закрывающимся похожим сделает эту педальку на железного человека не подороже чем джойо классической серии ну как бы и все здесь у нас есть компрессор не знаю копия какого компрессора это есть а также джойо вуден саунд коричневый звук источник коричневой ноты чтобы вы думали еще вуден саунд это акустик симулятор оно как бы должно из электрухи сделать акустику на самом деле это не до конца получается у этой педальки я возлагал на нее большие надежды на самом деле можно ее вообще может быть даже выбросить из педалборда но ввиду того что она у меня есть ну пускай она уже как бы и оста остается окей ну что давайте может быть теперь мы все это безобразие послушаем ну что вначале у нас чисто линия по умолчанию включена вот мы мы не знаем как прятать медиатор по методу для болейника не знаю мы его пока откладываем представляем что мы на концерте и мы играем какое-то там вступление имитирующее звучание акустики ну может быть представляем себя слэша играющего вступление к песне Энастейша Анастасия душа моя я его не умею играть поэтому я сыграю просто некрасиво но имитация акустики вы поняли да га вступление и потом у нас начинается наша ритм макия смех нажать я в одну кнопку опять всё чисто и правильно и на одну лишь Соперпичный соло начинается. Ну, я думаю, идея понятна. Вот такая вот была идея моя относительно педал-борда концертного. Ну, подпишитесь хотя бы, что ли там, или напишите что-нибудь в комментарии. Хорошо, плохо, понравилось, не понравилось. Ваши какие-нибудь мысли, вашу реакцию будет приятно и интересно. Пока.